Доброго всем! Вы знаете, рассказываю вам о нашей работе. Я совсем выпустил из виду современные технологии Демет, которые мы также зачастую используем в работе. В последнее время очень часто те, кто видел наш рекламный ролик или кто заходил на сайт нашего цеха, стали задавать вопросы относительно этого метода нанесения металлов на поверхность деталей и изделий. И вот теперь, когда уже критически вырос запрос по данной теме, мы начинаем понемногу об этом напылении рассказывать. Технология Демет использует газодинамический, газотермический метод нанесения покрытия. Метод разработан на основе открытого в 80-х годах прошлого столетия эффекта закрепления твердых частиц, движущихся со сверхзвуковой скоростью, на поверхности металла при совдарении с ней. Технология в промышленности стала использоваться совсем недавно. И вот сегодня представилась возможность показать эту технологию в работе. Перед вами бугель подачи масла к фазовращателям, печально известного двигателя EEP-6. Фазорегуляторы ДВС поворачиваются благодаря давлению масла. Если уровень масла отсутствует, происходит не только некорректная работа в муфт, но также и износ их в стенах. Муфты с механическим износом исправно работать не будут, поэтому требуется их замена или восстановление. А вот подобную ситуацию мы наглядно видим здесь. Проблемы с этим бугелем возникают практически во всех данных ДВС, и каждый владелец решает ее по-своему. В интернете полно инфы по этой теме, и эти фотки также оттуда. Вдаваться особо в подробности не стану, скажу только, что и мы, и многие другие выходят из положения, изготавливая втулку. На фотографиях мы это все показали. А вот теперь мы покажем, как можно это сделать с помощью технологии DEMET. В кадре наш мастер горелки и напылителя Андрей. Итак, мы этот бугель зажали для удобства в тисках. Поверхность сопряжения с крышкой бугеля нам трогать не нужно, поэтому закроем ее пластиночкой металла. Перед нанесением DEMET обрабатываем поверхность, проточили, то есть убрали канавки и отписка струли. Итак, мы приступаем к напылению. Напыление DEMET чего? Какой материал? Алюминий. Алюминий. Вот они у нас тут такие колбочки. Алюминий 8013. Это что, в алюминии 8012, да? А вот этот вот алюминий. Включаем аппарат. Засыпаем порошок в колбу. Зарядили мы сюда в колбу, засыпали. Ну и по трубочке потом бежит, 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 бежит и приходит на пылиник. И уже Андрей нажимает на кнопочки, регулирует что? Регулируется там что-нибудь? Ну, регулируется подача, скорость подачи. Такая вот пыль. Сперва подготовили, отпискоструили, проточили этот бугелек, проточили, потом отпискоструили. Теперь нужно... На две с половиной десятки. А? На две с половиной десятки. Две с половиной десятки будем поднимать. Это до нормального размера. Приступаем к напылению. Вот это светлое пятно и есть уже напыленный металлом участок бугеля. Продолжаем дальше. А вот Андрей напылил пол сегмента половинки бугеля. Затем он напылил оставшийся сегмент. Вот так выглядит половинка напыленного бугла. Это специальная такая крышечка, которая предотвращает попадание дебета на плоскость прилегания. Нам как-то там не нужно иметь. До встречи. Продолжение следует... А тем временем Андрей продолжает работу, но теперь уже с крышкой бугеля. В этом кадре четко видно, как идет струя взвеса металла и оставляет напыление на бугеле. Вот итог работы с этой половинкой. После окончания напыления Андрей отдает половинки бугеля токарю-расточнику координатно-расточного станка Виталию. Виталий соединяет обе половинки вместе и крепит их в приспособлении, именуемом глобусный стол. Затем выставляет поверхность бугеля по уровню и приступает к расточке. Сперва делает предварительную расточку. Видим, что резец где-то взял на пеленый металл, где-то нет. Повторить проточку несколько раз, Виталий задал отверстию окончательный требуемый размер. А вот так выглядит итог работы мастеров нашего церкви. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Субтитры создавал DimaTorzok